доброе утро дорогие друзья вы смотрите завтрак в городе чей с вами я олеся стародуб сегодня приготовим необычным способом гречневую кашу каша будет творогом а также я хочу добавить орехи орехи также необходимо употреблять ежедневно небольшого количества сегодня на моей тарелочке есть фундук кешью и миндаль все орехи хочется обжарить для того чтобы они отдали свой аромат аппетитный вкус хочется чтобы они были румяные красивые и здорово дополняли мое блюдо я разогрею сковородку масло я добавлять не буду потому что орехи мы конечно же обжариваем на сухой сковороде я их отправляю целиком сковородку затем я их немножечко измельчу и далее буду соединять все остальные ингредиенты но я перечислила в принципе остальные ингредиенты этот творог творог у меня сегодня жирный девяти процентный мне кажется что жирный творог всегда вкуснее вообще любая наверное жирная какая-то еда она всегда кажется вкуснее но вы можете выбирать любой творог любой жирности 5 процентов или даже без нулевой жирностью обезжиренный и гречневая крупа гречневая крупа заранее была тоже отварена немножко добавлено соли и если например вы готовите сладкую версию как сегодня я то мы будем добавлять еще и сахар сахар тростниковый опять же объясню почему тростниковый мне кажется что тростниковый сахар он дает более такой карамельный вкус и аромат для десертов тростниковый сахар все-таки подходит больше первым делом я отправляю орехи в сковороду сковородку я разогрела на максимальном огне буквально минуты две орешки обжарятся и тогда мы приступим к следующим собственно шагам приготовления нашего блюда подавать я буду в обычной плоской тарелки приготовить можно такое блюдо с вечера подавать в холодном виде можно подавать в горячем видим я предпочитаю все-таки теплую еду мне кажется что наш организм лучше усваивает теплую еду поэтому я все-таки подогрею вчерашнюю гречку в сковородке и затем добавлю творог вот кстати творог тоже мы привыкли есть и в холодном и в теплом виде поэтому здесь выбирайте как вам больше нравится ну что орешки уже приняли такой вот приятный цвет загар теперь я отправляю гречневую кашу в сковородку обязательно гречневой каши я отправлю небольшой кусочек сливочного масла вообще ну что за каша без масла да и подогрею на небольшом огне каша примет такой вот приятный сливочный вкус станет более нежный а далее мы будем добавлять творог прежде чем добавить творог я хочу его немножко измельчить чтобы не попадались комочки творог желательно выбирать именно зернистый потому что он будет здорово смешиваться с кашей посмотрите вот она глянцевая симпатичная сливочная гречневая каша далее я отправляю творог обязательно добавляю тростниковый сахар хорошенько перемешиваю буквально одна минутка и выкладываю на тарелку распределим по тарелочке орехи можно немножко измельчить и затем добавить такую щедрую жменьку просто потрясающий аромат жареных орехов вкусной сливочной каши я думаю что вы и ваши дети оценят такой завтрак желаю вам приятного аппетита и хорошего дня